привет друзья я заранее извиняюсь перед вашей психикой но мне нужно показать вам несколько видео которые глубоко поразили меня на этой неделе чтобы вы лучше понимали в какую пучину безумие погружают граждан россии и власти и пропагандисты каждое видео будет безумнее предыдущего так что обязательно досмотрите до конца начнем с легкого новогоднего видео дед мороз едет на бтр и поздравляет россиян с новым годом теперь новый год это у нас не семейный праздник а военный милый рождественский ролик чтобы было по-честному у этого видео должно быть продолжение в котором 31 декабря снегурочки звонят в дверь и приносят похоронку и сообщают что ее дедушка сгорел в бтр и в харьковской области поехали дальше я уверен что где-то в недрах пропагандистской машины есть специальная нейросеть в которую можно загрузить любые слова и понятия и она выдаст вам какой-то более или менее складный сценарий любого пропагандистского видео и неважно что в нем не будет вообще никакого смысла главное чтобы слова просто складывались в предложении вот смотрите редактор первого канала думал как бы совместить в одном видео родителя номер один и родителя номер два суррогатное материнство клонирование угрозу традиционным ценностям загнивающие европу чемпионат мира по футболу как-то все это не складывается но он загрузил все в нейросеть и вот что она выдала запад действительно уже сама распыляется семейные ценности прогрессивному обществу не интересно запад вовсю готовятся к тому чтобы не просто вычеркнуть из детского сознания понятия мама и папа но и вовсе лишить еще нерожденных детей физического контакта с матерью дети выращенные в лаборатории и управляемые и смартфоны это новый тренд прогрессивного западного общества вы же помните высказывание главы евродипломатии жузепа барреля о том что европа это сад а все остальное это джунгли вот такой сад который дурно начинает пахнуть африканцы скоро покажутся европе и соединенным штатам просто милейшими созданиями по сравнению с киборгами которые придут на смену александр герно получается что в равных условиях классическое современном понимании с слова европа с геями с пропаганды все уже классическое к сожалению проигрывает традиционному миру и то что произошло на чемпионате мира и то что мы видим по всей европе когда марокканцы выходят праздновать не потому что они дикари как считают европейцы а потому что не хотят доказать своим белым господам что они равные что они смогли их победить честно на поле боя футбольного поля боя но теперь европа говорит а мы футболистов будем выращивать мы военных будем выращивать мы ученых будем выращивать и тогда вы традиционалисты проиграть нам окончательно к чему катится мир следующее видео это продолжение серии пропагандистских роликов которые должны мотивировать людей соглашаться на мобилизацию ну пух не пера мы третий раз тебе приходит оплати процент и по кредиту я по хорошему прошу а то мы еще раз придем и руки тебе сломаю мужики я контракт подписал 377 федерального закона читали кредитные каникулы эй мужики дверь помойте я теперь только родине должен каждый из нас может оказаться в трудной жизненной ситуации и тогда начинаются звонки из банка визиты коллектора и ты вынужден оправдываться и перед банком и перед семьей что-то обещать жить в личном напряжении нравится конечно же нет но есть федеральный закон номер 377 от 7 октября 2022 года по которому каждый кто служит по контракту получает гарантированные кредитные каникулы не верите почитайте сами и задумайтесь вот о чем у вас есть два варианта первый защищаться от коллектора второй защищать родину и помните пока вы защищаете родину родина защищает вас добровольная служба вами это возможность вырваться из бесконечной череды долгов перед банками перед семьей и перед самим собой это шаг в новую жизнь слышно видимо надо менять работу по любому братам то есть идея понятно это видео направлено на должников для которых мобилизация это вроде как способ рассчитаться с долгами и здесь двойной цинизм потому что на 23 году путинского правления россия настолько бедная и закредитованная страна что для многих участие в войне это единственный способ рассчитаться с долгами во вторых потому что ну отправиться на войну это как раз верный способ оставить свою семью своих близких без кормильца и без каких-либо шансов погасить эти долги а или это намек на то что семья получит выплаты за погибшего ну во первых не всем платят а во вторых ну получается что это практически пропаганда самоубийство отправляйтесь чтобы погибнуть и рассчитаться с долгами еще часто думаю про людей которые готовят эти ролики кто-то же пишет к ним сценарий снимает монтирует делает блин цветокоррекцию все такое прочее ребята вы же понимаете что вы помогаете убийству не только украинских но и российских граждан ладно едем дальше вот видео от которого меня буквально передергивает россия 24 ведущая евгения петрухина выдает серию чего-то вроде шуток о том как тяжело живется украинцам которые вынуждены отапливать и освещать свои дома с помощью электрогенераторов генерировать медиа идеи украине видимо будет все сложнее потому что для этого нужно хотя бы генерировать электричество с этим проблемы внезалежный дефицит генераторов телеграм-каналах уже есть специальные чаты где продают генераторы из европы смотрите предлагают из турции британии бельгии оттуда самый дорогой 228 тысяч долларов что же должен генерировать такой агрегат стоимостью больше 14 миллионов рублей занятно вот предлагают генератор из польши но всего один и понятно почему все варшавские аппараты уже в руках киевских спекулянтов но и тем у кого генераторы есть не то чтобы спокойно жилось ведь генераторы украинцы друг у друга воруют есть даже видео с уличных камер наблюдения накрыли одеялом на тележку и повезли случае массовой распалиция рекомендуют привязывать аппараты цепями и что впечатляет еще больше советуют провести ток от одного генератора к другому чтобы похитителя как следует ударило разрядом некоторые украинцы даже прячут генераторы на крыше домов быть украинцы сейчас в целом выглядит вот так зарядка телефонов в магазинах ужин при свечах почти романтично но вот только еду таким образом разогревать придется около часа а вот мужчина вынужден бриться рядом с банкоматом в пабликах шутят вот мол когда свидание через 30 минут другой пример так можно и без волос остаться если сушить голову над газовой плитой и это в лучшем случае на лентах новостей все больше сообщений об отравлению угарным газом вот журналист пишут в селе белогородка девушка неправильно использовала генератор теперь в больнице его вообще нельзя оставлять на ночь да еще и в подвале там же никакой вентиляции это уже получается смерти генераторы какие-то тоже ведь кто-то писал этот сценарий наверное хихикал над шутками смерти генераторы как весело забыли добавить что весь этот ужас творится с украинцами из-за российских обстрелов и с теми людьми которых вы от кого-то собирались защищать еще одно видео от которого я просто офигел это шутка депутата госдумы олега нилова на благотворительной елке мальчик вова из киева мечтает о ракетах вова ты получишь ракеты жги это шутка конечно такая без комментариев это типа про зеленского и обстрелы киева на благотворительной елке блин они вообще перестали различать добро и зло но немножко вселяет надежду что где-то там в окружении нилова оказался человек который адекватно отреагировал на эту шутку ну и самое мое любимое видео на этой неделе денис майданов тоже кстати депутат госдумы поет песню на слова дмитрия рогозина богатырь с электроникой сложной защитить свою родину рад мы в контейнер стальной осторожно опускаем наш грозный сармат дремлет комплекс командных я кстати напомню что сармат пока не на боевом дежурстве они провели один успешный испытательный запуск и уже полгода показывают его по телевизору угрожая америки и великобритании и а а песни еще и слова про бабушку с красным знаменем помните такую хотя может быть уже забыли давненько и не показывала российская пропаганда а все дело в том что украинские журналисты нашли эту бабушку поговорили с ней и она последними словами обложила российских оккупантов так что пришлось ее быстренько из пропагандистских видео убрать но видимо дмитрий рогозин не стал переписывать свою песню если кем-то принято решение уничтожить россию тогда у нас возникает законные права ответить да для человечества это будет глобальная катастрофа для мира глобальная катастрофа а зачем нам такой мир если там не будет россии эх россия матушка эх силен сарматушка вы же нас солдатушка братушка эх россия матушка заряжай Иванушка с нами бог и с нами сарматушка вообще вдумайтесь что такое боевой запуск межконтинентальной ядерной ракеты сармат это значит что началась тотальная ядерная война и соединенных штатов на россию летят десятки или сотни ядерных ракет это значит что в россии погибнут десятки миллионов людей будут разрушены города вы погибните ваши дети погибнут а если кто-то выживет он будет жить в мире настолько плохом что мы даже не можем себе этого представить и вот это с радостной улыбкой воспевает этот болван денис майданов для меня это живое воплощение зла я не знаю будут ли показывать эту песню по федеральным каналам наверняка будут но лучше бы там показывали другие видео вы гордитесь своим сыном вы достойную мужчину пожалуйста возьмите поздравляю если вам не жалко жизни украинцев пожалейте хотя бы жизни россиян вот это война выражаясь словами русского поэта некрасова слезы бедных матерей а не дед мороз на батаре и нерадостные пляски и каждый кто пытается представить войну чем ты в веселыми радостным или циничный мерзавец или больной ублюдок спасибо что посмотрели видео поставьте лайк если понравился ролик подписывайтесь на канал и помогайте каналу донатами подписками на патреоне и на бусти разовыми пожертвованиями спонсорством на youtube суперспасибо все ссылки в описании этого ролика пока